Сегодня в КЭК Бажовский накрыт стол. Чай, пироги, конфеты. Здесь собираются люди, известные в городе и неизвестные городу совсем. Дело в том, что управление архивами Свердловской области и Чуйский областной архив Кыргызстана подписали договор о сотрудничестве. И вот в рамках плана совместных мероприятий сегодня первая встреча в Полевском. В первую очередь это обмен опытом в области архивного дела. У нас общая база архивная, это база советского архивоведения. Несмотря на какие-то ментальные различия, у нас в профессиональном деятельности очень много общего. У нас общая терминология, общие подходы, общая методика работы с архивными документами, с исследователями. В общем, очень много общего. На встречу с представителями архивной службы Кыргызстана пригласили Золотой фонд Полевского. Это его люди, краеведы, знатоки истории города. И один из них Давид Исакович Шенберг. И так случилось, что эта встреча состоялась в его 90-летний юбилей. Это он написал известную книгу о северских трубниках и фантастический роман «Я вернусь через тысячу лет». Давид Исакович в хорошей форме и, как всегда, ироничен по отношению к себе. Старость. Ну, на самом деле, так. Ну, куда деньги имеешься? Что есть, то есть. Это возраст. Понимаете, вот я про это и говорю. Мы невольны тут. А звонков много? Пока идут. Писатель признается, что у него полно задумок. Сейчас пишет рассказы. Ну, я просто удивляюсь его жизнерадостности, его бодрости, его здоровья. Что он держится? Что он жив, это ясно. Что он жив, это ясно. А то, что он бодрый, что он пишет, и что люди его читают, что мне больше всего, значит, радует. Что его читают до сих пор люди. И читают постоянно. Ну, и гостям из Кыргызстана ничего не оставалось, как срочно думать о подарке 90-летнему юбиляру. Это Самара Курмамбаева. Она из областного государственного архива города Ош. А еще здесь профессионал архивного дела по сохранению общественно-политических документов Мира Калилова. Спасибо Свердловской области. Пригласили. Екатеринбург показали. Сегодня мы у вас в городе. Нам очень приятно сегодня присутствовать. Мы тоже много что узнаем о вас, о том, что вы будете, оказывается, снимать фильм такой прекрасный. Ну, хотя бы будем иметь представление, что и как. Очень приятно было познакомиться. А потом гости слушали полевских аксакалов. Писатель Юбиляр рассказал, как он однажды два дня провел в архивах, чтобы больше узнать о девушках-уралочках, которые во время войны защищали небо Москвы. Ветеран Северского трубного завода Наан Ионович Зеленый рассказал, что его лучший архив – это память, и он с удовольствием передает будущим поколениям все, что знает о старом Северском заводе. У Алексея Кожевникова богаче всех опыт работы с архивами. Вот сохранившиеся папки его работы в Пермском и Свердловском архивах. Благодаря такими следователям, как сегодняшние герои, которые поднимают старые архивы специалисты и сами, больше подробностей узнают о своих архивных документах. Поиск вот этого взаимопонимания, то есть как обратиться, как сформулировать вопрос, как получить тот документ, который вам действительно необходим для вашей исследовательской деятельности – это целое искусство. Собравшиеся так и не определились с форматом душевной встречи, но так или иначе расширили каждый свои контактные базы. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok